Тема нашей сегодняшней беседы Грамотность, образование И вот другие слова тоже на доске Вы видите Но я, пожалуй, начну С моей собственной грамотности У меня армянское образование То есть мой русский Это в некотором смысле самодельный русский И результат даже никакого-то самообразования А просто чтения Так что, и тем более После распада Советского Союза Уже много лет мне очень редко приходится Говорить по-русски, тем более писать И даже читать Сейчас приходится читать Почти исключительно По-английски, на английском Так что у меня будут Могут быть, скажем так Погрешности всякие Произношения И так далее Строго не судите, пожалуйста Будьте великодушны Начну, пожалуй, с того, что слово Грамотность в наше время Получило очень большое распространение И в русском языке И в армянском тоже Хотя они не одинаковые происхождения Гравитутюн на армянском Это корень греш Письмена, письмо А на русском это грамматика Грамма Я объясню чуть больше Но все равно они связаны с письменностью С языком Письменным языком И они получили очень большое распространение До такой степени Что можно сказать, что они потеряли свое первоначальное значение То есть они означают слишком много вещей Мы, например, если мы любители спорта Можем слушать слова комментатора Что какой-то боксер грамотно ведет бой Или тренер футбольной команды Грамотно построил игру Грамотно выбрал тактическую схему Музыкант грамотно сыграл произведения И даже политический деятель Грамотно провел предвиборную кампанию То есть слово грамотность Означает слишком много вещей сразу И потому я говорю даже не о кризисе Понятия самого термина Но если вы заметили До сих пор я говорю о грамотности По отношению к профессионалам То есть о грамотности профессионалов Спортсмена, музыканта Кого еще? Политического деятеля Нас же будет интересовать грамотность публики Аудитории В английском языке есть слово audience Которое означает все И слушатели, и зрители, и читатели Насколько я понимаю Аудитория тоже на русском языке Имеет такое широкое значение Так что я буду употреблять это слово Так же как и публика Как аудитория Как потребители Примерно ладно В том же значении Если остаться в рамках приведенных примеров Я не знаю Есть среди вас любители спортивных игр Или музыки Или политики Я привел пример Но я более или менее считаю себя Болельщиком футбола Так что буду говорить о футбольной О грамотности футбольного болельщика Насколько грамотным должен быть Болельщик футбольной игры Что он должен Он и она Сейчас девушки тоже смотрят футбол Среди моих студентов Много болельщиков футбола Что он должен знать До какой степени Какие тонкости Какие Что значит быть вне игры Когда и где Прокарь имеет право Играть рукой И где не имеет права Играть рукой И так далее Это простые вещи А вот разобраться В тактических схемах Тренера Почему он выбрал Именно такую тактическую схему Почему вдруг В течение игры Он решил изменить Эту схему И так далее Должны ли мы знать об этом Вот вопрос То есть Где кончается Компетентность Аудитории Где предел Когда мы можем сказать Что человек Является Компетентным Потребителем Другая область Моих Интересов Как любителя Это музыка У меня очень много Музыки В различных формах Начиная с винильных Грампластинок И кончая Компьютерных файлов Но все равно Я иногда Даже Я очень часто Ищу музыку В ютубе И Можно найти Там Много Исполнений Которые Интересны И старые записи И новые записи И другие исполнения И так далее И иногда Иногда Под данным Постом Можно найти Очень большое Количество Комментариев Что очень интересно Иногда Иногда Сотни комментариев Сотни комментариев И Иногда Споры Иногда Дискуссии Очень интересно И это Похоже на то Что на английском Называют Audience research То есть Ты можешь Войти в ютуб Выбрать Одно произведение И читая комментарии Делать То что называется Изучение Аудитории Как Для исследователя И вот Я нашел Там Одно Короткое Комментарие Это Вещь Шуберта Играет Очень известный Знаменитый Пианист И Комментарий Звучит Примерно так Я перевожу С английского На русский Это Не точная Цитата Видимо Маэстро Имеет ввиду Пианиста Забыл Что он играет Не Шуберта А Шопена Зачем Так Много Рубату Вот Должен ли я Знать Что такое Рубату И Десятки Если не сотни Других терминов Если я считаю себя Я считаю себя Грамотным Слушателем Музыки То есть Где кончается Опять тот же вопрос Где кончается Вот Граница Где граница Лежит между Профессионалом И между Любителем Кого можно Считать Грамотным Вот И Третий пример И С помощью этого Примера Я перехожу К основной Теме нашего Сегодняшнего Разговора Это Коммуникация Между людьми Когда мы Говорим Разговариваем И Наверное Вы заметили Что когда мы Увлечены Разговором Мы теряем Контроль Над Нашими Жестами Над Мимикой Над Интонацией Речи И Тогда Мы Выдаем Вещи Которые Может быть Не хотели О наших Намерениях О нашем Характере Вообще И так Далее Я знаю Людей Которые Очень Грамотно Умеют Читать Эти Знаки И В основном Люди Не Очень Знают Об этом Минор И Не Очень Способны Читать Эти Знаки Если В случае Футбола И Музыки Никто Не Пострадает От Незнания Каких Нюансов И Термина То В случае Коммуникации Это Пожалуй Важнее И Не Мешало Нам Знать Читать Эти Знаки То же Самое Относится И Комедиаграмотности Это Важно Вот Я Такой Долгий Вступление Долгое Чтобы Делать Такое Заключение Медиаграмотность Это Важно Конечно Первоначальное Значение Слова Означает Слово Очень Простое Умение Читать И Писать В разных Языках Слова Составлены По-разному Но Смысл Одинаковый Умение Читать Грамотность И Грамотность В грамотности Нуждались Не только Современные Люди Но еще и В древнем мире Которые Которые Когда тоже Люди Должны Были Не только Уметь Читать И писать Но еще Считать И владеть Некоторыми Артем Медическими Действиями Действиями Что Было Необходимо Для Домашнего Хозяйства Для Торговли И так Далее Но Хотя В древнем мире Были Общества С довольно Таким Высоким Уровнем Грамотности Как В древней Греции И особенно Рим Все равно Все время В течение Всей истории Грамотность Была Привилегией Немногочисленной Элиты И только Вот После Изобретения Гутенберга Печатного Станка Границы Эти стали Расширяться И В конце 19 века Мы могли Сказать Что В так Называемых Разбитых Обществах Европейских Есть Очень Высокий Уровень Грамотности Примерно 70-80 Процентов Людей Это Было Благодаря Книгопечатанию В Армении Конечно В конце 19 века Не было Так много Грамотных Людей Но В 60-е Год И 20 века Мы могли Говорить О Всеобщей Грамотности Даже Это Благодаря Конечно Советской Власти И Отношения Власти К Образованию Как я уже Сказал Во всех Языках Слово Связано С Письменной Речью В армянском Слове Это Очевидно Греч А В русском Тоже Грамма Что это Такое Грамма Грамма Это Прямая Линия Которые Учителя Чертили На доске Чтобы Можно Было Писать Грамма Идет Оттуда То есть Связано Опять Таки С Письменной Речью Но не надо Думать Что Слово Грамотность Существовало Все это Время Я Уверен Что Слово Грамотность Как Нечто Социально Значимое Появился В новое Время Наряду С другими Хорошо Известными Понятиями Как Акторские Права Как Цензура Как Читающая Публика Если вы Знаете Reading Community То есть Это Возникновение Большого Количества Людей Которые Все Время Нуждаются В новых Книгах Чего Не было До Книгопечатания Мы знаем Например Что в древнем Мире Были Очень Хорошие Библиотеки В том числе Личные Библиотеки Известно Что Аристотель Имел Очень Хорошую Библиотеку Но Это Были Единицы То есть Как Социальное Явление Грамотность Возникает После Книгопечатания И Как я Сказал И Получает Массовый Характер В конце 19 Века А вот В начале 20 Века Уже Начинается Кризис Понятия Грамотности Классовского Понятия Я могу Привести Пример Цитата Не точную Цитату Из Очень Известного Теоретика Немецкого Который Одним из Первых Теоретизировал Концептуализировал Если Можно Так Сказать Новые Технологии Фотографии Кино Ватер Бенян В одном Из своих Текстов Он Замечает Что Видимо Пришло Время Когда Человека Не умеющего Не владеющего Фотоаппарата Нельзя Считать Грамотно Грамотно Вот Это Первое Известное Мне Замечание Известного Теоретика И Можно Сказать Что С этого Момента Начинается Расширение Понятия Грамотности А потом И Абсолютно То есть То Расширение О котором Я сказал В начале Моего Моя В 20 веке Происходит Медленное Перемещение Смысла Грамотности В сферу Новых Коммуникационных Технологий Массовых Коммуникаций По словам Одного Автора Новые Средства Массовой Информации Кино Радио Телевидение Это Новые Языки Грамматика Которых Все время Все еще Неизвестна Нам И Цель Медиаграмотности Дать Медиапотребителям Аудиторию Но Аудиторию То есть Навыки Имения Понимать Эти новые Сообщения Вот Первоначальное Такое Простое Описание Что такое Медиаграмотность Можно Перечислить Вот Три Основных Аспекта Медиаграмотности Первый Это Технологический Коммуникационный Аспект То есть Возникновение Так называемых Массовых Коммуникаций Средств Массовых Коммуникаций Кино Радио Потом И Телевизор И Интернет Второе Это Культурный Аспект Очень Важный Возникновение Массовой Культуры Ведь Мы Когда Говорим О Медиаграмотности Это Нечто Новое Вообще Потому Что Никогда Грамотность Не связывалась С тем Что Называется Массовая Культура Знание Массовой Культуры Тем Более В конце 19 Века Это Считалось Бедой Возникновение Массовой Культуры То Есть В течение Только 100 лет Прошло 100 Лет Пока Люди Не стали Серьезно Воспринимать Массовую Культуру И тем Более Говорит О Грамотности В области Массовой Культуры В том числе Медиаграмотности И Третий Аспект Это Образовательный Исследовательский Аспект То Когда Эта Новая Форма Грамотности Входит В Официальную Систему Образования Я Приведу Очень Простой И Мне Знакомый Пример Это Называется Компьютерная Грамотность Компьютерная Грамотность После Распада Советского Союза В Официальной Системе Образования Не было Места Для Компьютерной Грамотности Для Компьютерного Образования И Сейчас Люди Постарше Видимо Помнят Что Так Много Было Таких Центров В Ереване Где Люди Могли Получить Элементарное Образование Как Обращаться С Компьютером Как Пользоваться Интернетом И Я Я Сам Преподавал В Таком Центре Это Было В Конце 90 И Прошло Прошли годы Постепенно Таких Центров Сейчас Уже Нет Почему Почему Потому 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 Все Это Вошло В Официальную Систему Образования И Тогда Возникает Вопрос Важный Для Нашей Тем Можем Ли Сегодня Мы Говорить О То Что Медиаграмотность Это Уже Часть Официальной Официальной Системы Образования То Есть Школа Преподают Такие Предметы В Университетах Преподают Такие Предметы Или Нет По Моему Нет То Есть Так Как Это Делается На Западе Это На Западе Это Отдельная Область Экспертизы Отдельная Область Исследования Преподавания И Так Далее Такого Еще Нет И Может Быть Пройдут Годы И Этот Предмет Тоже Станет Частью Системы Образования И Как Заключение Моей Вступительной Части Я Хочу Сказать Что Медиаграмотность Это Не Только Вопрос Индивида То Относится Не К Одинному Человеку А К Обществу Насколько Медиаграмотна Такая То Или То Или Иное Общество Насколько И Есть Такие Исследования Которые Разделяют Общество На Четыре Группы Самого Низкого Уровня Медиаграмотности До Самого Высокого Это Интересно Во многих Отношениях Например Для Рекламодателей Чтение И Интерпретация Рекламы Требует Очевидно Медиаграмотность И Если Вы Показываете Рекламу Предназначенную Для Более Высоко Образованного Населения Обществу С более Низким Оборнем Грамотности То Это Это Ошибка Я Помню В конце 90-х Начали В конце 90-х В Иване Начали Рекламировать Сигареты Малборо И ЛНН Насколько Это Было Понятно Населению Я Есть Очень Смешные Примеры Как Воспринимались Этой Рекламой Я Уверен До сих Пор Что Они В основном Не понимали Да Это Сигарета Но Больше Ничего Основной Месседж Этих Рекламных Считов Которые Которые Был Переполнен Город Ереван Был Непонятен То Есть Медиаграмотность Это И Общественное Умение Общества Не только Индивида Как Я Уже Сказал На Западных Европейских Артельных Странах И Вообще В Евросоюзе Очень Пристальное Внимание По Отношению К Медиаграмотности Различные Авторы Пишут об этом И различные Организации Которые Определяют Что такое Медиаграмотность Согласитесь Что это Не так Просто Говорить Что Значит Ведь Я Привел Примеры Чтобы Показать Что это Не так Просто Понять Кто Грамотный Кто Нет И Они Стараются Во-первых Определить Что такое Грамотность А во-вторых Дать Какие-то Рекомендации Людям Которые Могут Значит Ориентироваться По этим Рекомендациям Или по этим Идеям Я сейчас Перечислю Список Таких Идей Предложен Одним Несколькими Организациями Я Как И Соединен Несколько Таких Примеров Поскольку Средства Массовой Информации Сильно Влияют На Нашу Жизнь Важно Быть Медиаграмотным Очень Просто Армулировано Первая Идея Все Медиасообщения Построены Конструирование Создание Я не знаю Как Точнее Сказать Второе Медиа Имеют Собственный Особый Язык Или Код Грамотному Человеку Следует Знать Что Это За Коды Я Постараюсь Показать На Примерах Третье Отвери Аудитории На Медиасообщения Баррируются И Основаны На Индивидуальные Характеристики Системе Убеждений Взглядов Географические Особенности Демографические Особенности И так далее Следующее Медиа Имеют Встроенные Ценности И точки Зрения Которые Отражают Их Культурную Среду Тоже Очень Важно И Последнее Медиа Имеют Программу Или Так Сказим Адженда Повестка Средства Массовой Информации Влияют На Нашу Жизнь В частности Потому Что Это То Что Владельцы Медиа Хотят Делать Например Большинство Медиасообщений Организовано Так Чтобы Получить Прибыль Или Власть Контроль Над Аудиторией И Наконец Я Обобщаю Этот список Медиа Грамотность Требует Требует От Нас Делать Что Что Вы Может Никогда Не Делали Раньше Думать Критически О Медиа Что Значит Думать Критически Это Не Ясно Пока Потому Что Это Непростое Желание Я Хочу Быть Критическим То Есть Надо Уметь Это Тоже Умение Это Тоже Входит В Круг Понятия Грамот Об этом Я Поговорю Позже То Есть У 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 Потребители Думали О У 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 о чём они сообщают. Хотя многие люди путают их, всё же существует важное различие между цинизмом и скептицизмом. То есть нас призывают быть скептиками, но не циниками. Хотя сам я лично думаю, что иногда можно быть и циником этот палец. То есть это не совет, это не рекомендация, это не входит в круг медиаграмотности. Распространение медиа вызвало решительные изменения в процессах человеческого общения и в поведении. Медиаобразование направлено на расширение прав и возможностей граждан, предоставляя им навыки и подходы, необходимые для понимания функций медиа. Тут, видимо, надо объяснить, какая разница между медиаграмотностью и медиаобразованием. И есть третье слово, которое используется в некоторых языках – медиакомпетенции. Большинство авторов согласны, что для одной группы они одно и то же – медиаобразование и медиаграмотность. Но многие считают, что медиаграмотность – это результат медиаобразования. То есть это различные уровни, различные аспекты. Первый вопрос заключается, который мы должны задавать в следующем. Кто сделал или создал сообщение? Думаем ли мы, что сообщение идет от отдельного лица, от группы людей или от анонимных корпораций? Это вопросы, которые я перечисляю. Если сообщение, как нам представляется, имеет анонимный источник, то по какой причине источник пытается оставаться анонимным? Почему было сделано это сообщение? Как правило, существует экономический интерес, распорядок для медиакомпаний. Кто-то пытается заработать деньги и или контролировать аудиторию, манипулировать аудиторией. Взгляды и убеждения потребителей. Само содержание может быть продано или арендовано, например, в книге фильме «Записанная музыка». Но содержание может быть предоставлено бесплатно или почти бесплатно, когда его цель – привлечение аудитории для рекламодателя. Вопрос – кто является целевой аудиторией данного сообщения и откуда мы знаем об этом? Есть такое слово или термин даже – главная цель медиаобразования – денатурализация медиа. То есть это то же самое. Когда мы воспринимаем какие-то медиа-сообщения и за ними стоят медиа-корпорации, организации, институты и другие интересы, иногда государственные интересы, иногда корпоративные интересы, мы должны задавать эти вопросы и не принимать это как нечто естественное. Вот телевизор мы включили, новости и всё как само собой разумеющимся. Я пока не буду говорить о понятии репрезентации, которые важны, потому что не знаю, успею или нет. Но если будет время, в конце я вернусь к этому вопросу, потому что любое медиа-сообщение – это не отражение реальности, а это репрезентация реальности, а значит тут и все те вопросы, которые мы задали только что. Следующая идея или рекомендация – средства массовой информации имеют собственный особый язык или код. Медиа – очень простое объяснение, но это не всё. Я прочту просто, что тут написано. Большинство фильмов, крупных производителей, попадают в определённый набор жанров или форматов. Фильмы, как правило, длятся 100-120 минут. Почему это так? Существуют установленные форматы для популярной музыки. Почему популярная песня длится в среднем 3-4 минуты? Ежедневные газеты в данной стране имеют одинаковый раздел, почти одинаковые. Обычно в том же порядке, независимо от того, в каком городе они издаются. Телевизионные программы обычно делятся на категории. Ситуационные комедии, которые длятся 30 минут, драмы и реалити-шоу, которые длятся примерно час и так далее. Всё это входит в код. Это на поверхности. Почему именно так? То есть по какой причине? Помимо стандартных форматов в мейнстрим-фильмах часто существуют стандартные характеристики персонажа. Обычно по внешнему виду можно догадаться, кто герой, кто злодей. Политики, артисты, интеллектуалы и так далее, внешне маркированные. Продолжение темы и иконы. Иконы являются символами, которые представляют темы. Темы, идеи и идеалы могут передаваться с помощью слов или знаков. Отношения между иконой и темой, которые она представляет, может быть очевидны. Статуя свободы представляет свободу. Мэрилин Монро остаётся символом сексуальности. Это в американском контексте, конечно. Но, может быть, глобально тоже это так. Всё ещё. Пока нет других конкурентов на эту роль или есть, я не знаю. Грузовой автомобиль пикает. Обозначает мужественность. И сотовый телефон ассоциируется с мобильностью и подключённостью. И так далее. То есть, есть такие коды, которые мы читаем, даже не замечая, что мы вовлечены в процесс чтения и распознавания. Продолжаем вопрос медиакодирования. Такие же коды мы находим в телевизионных новостях. Для начала заметим, что ведущие, как правило, двое, сидящие за столом, скорее всего, мужчина и женщина. Они могут иногда завести короткий разговор между собой или со спортивным комментатором, или с тем, кто рассказывает о погоде при переходе к спортивным новостям или прогнозу погоды. Тем самым, создавая впечатление непринуждённости и спонтанности. Конечно, эти коды меняются со временем. Конечно, такого не могло случиться в советское время, в советском телевидении. Но сегодня, если вы заметили, и в российском телевидении, и в армянском телевидении, стараются подражать такому поведению, что входит в нормативную систему различных кодов. Второе, что можно сказать о выпуске новостей, это то, что они пытаются создать ощущение срочности без облагательности. Тем более, что они соревнуются с интернетом. То есть телевидение создаёт с помощью различных терминов. Например, если вы смотрите CNN, то там можно заметить вот такое сообщение. Breaking news. Срочное сообщение. Потом developing story или new developments. И так далее. Когда пришло время прогноза погоды, если есть какой-то шанс, что погода будет плохой или наоборот хорошей, то это подчеркивается. В Армении в зимнее время о хорошем дне сообщается как о национальном празднике. То есть у вас всё плохо, ребята, но есть хорошая погода в середине зимы, так что это праздник для вас. Второе, это реакция аудитории на сообщения в медиа. Понятно, что мы по-разному смотрим телевидение. Во-первых, потому что мы выбираем разные каналы. Я, например, никогда не смотрю первый канал армянский. Потому что это страшно. То есть ты чувствуешь себя в стране, где всё очень хорошо. А где сейчас пошло пожелание, чтобы ты жил в такой стране, как в Америке? Ну, от этого мы устали в советское время. Сейчас это... Как вы пожелаете, чтобы ты жил в такой стране? Да, мне нестерпимо стыдно посмотреть этот канал. Это вестицство, манипуляция и пропаганда. Это неуважение к аудиторию. Вот это моё мнение, да. То есть мы выбираем, какие сообщения нам нужны, а какие мы отвергаем. То есть это избирательно. Потом мы запоминаем или забываем сохранение в памяти. Обычно мы запоминаем то, что ближе к нашим взглядам. И, может, даже не замечаем то, что противостоит. Скорее всего, мы забудем вещи, которые конфликтуют с этими нашими мнениями. Всё это, конечно, зависит от наших демографических, психологических и других особенностей. И, конечно, интерпретация сообщений зависит также от того, насколько успешно и неудачно они сделаны. Следующая идея. Медиа имеют встроенные ценности и точки зрения. Это очень важная идея. Большинство медиа поддерживает определенный уровень комфорта для своей аудитории. В результате большинство медиа уклоняются от сложных глобальных тем. Поскольку аудитория, как правило, наиболее комфортна с тем, что она уже воспринимала и знает, медиа, как правило, склонны подтверждать статус-кво. И, конечно же, медиа переполнены различного рода стереотипами, которые помогают передать определенные ценности и идеи. Такие стереотипы могут и не быть отрицательными, но они нереалистично ограничены. И еще один вопрос. Кто виден, кого мы видим в медиа, в СМИ, а кто не виден и кого мы не видим или видим меньше, чем в других. То есть это тоже отражение. Недавно один из моих дипломников писал, сделал дипломную работу о новостных программах в некоторых телеканалах Армении. И где он показал, как мало видно женщин в новостях. И если видно, то в какой роли они появляются в новостях. Это, по-моему, интересно. Таким образом, медиа имеют повестку. Для большинства, владельцев медиа, повестка проста. Заработать, делать деньги. Медиа создает содержание, которое привлекает аудиторию для рекламодателей, которые поддерживают эти медиа. Таким образом, многие медиа по существу являются ничем иным, как средством доставки рекламы. Они стремятся поддержать дружественную, доброжелательную среду для рекламодателя. Или может быть какая-то доминирующая идеология партийная, корпоративная, национальная. Я уже говорил о Первом канале. Там примитивный националист и патриотизм, по-моему. Можно говорить о трех аспектах медиа грамотности. Культурность, критичность, креативность. Три грамма. Literacy is culture. Грамотность культурная? Культурная? Можно так сказать? Это культурная. Странная грамотность. Без грамотности. На английском звучит так. Literacy is culture. То есть грамотность это феномик культуры? Да, это неразрывно связано с культурой. То есть в чем ты грамотен? Чему относится твоя грамотность? И это определенная культура. То есть без знания культуры и не может быть грамотностью. Грамотность это не нечто абстрактное. То есть это культурный феномен. Следующее. Literacy is critical. Потому что грамотность касается вкусу и удовольствия. И критическим суждениям, которые они подразумевают. То есть почему мы выбираем, почему мы смотрим. Потому что мы получаем удовольствие. Это так? Очень хочу почитаться. Никакого удовольствия не было. Это приговор. То есть вкус и удовольствие и они, и те критические рассуждения, которые они рождают. То есть мы критикуем согласно нашим удовольствиям и нашему вкусу. Это свидетельствует о том, что критическое суждение, удовольствие и вкус часто неразрывно связаны с идентичностью. Это очень важно. То есть для молодых людей это процесс, это период создания собственного, построения собственного «я». И общение с масс-культурой имеет очень большое значение для создания этой идентичности. Мы живем не в том обществе, когда идентичности наследуются в традиционном обществе. Мы живем в обществе, когда идентичности строятся. И строятся с помощью культуры. И эта культура, как-никак, скорее всего популярная культура, масс-культура, чем высокая культура. И вот почему это важно еще и потому, что это вопрос личности, это вопрос идентичности. Наши суждения и вкусы являются публичным выражением того, каким человеком мы являемся, каким мы становимся, каким мы надеемся быть. Таким образом, и вот третий аспект грамотности является преобразующей и творческой. Она не просто связана с пониманием текста, она включает в себя в разной степени переработка, переосмысление текста. И в результате чего еще и умение создавать собственные тексты, собственные сообщения. То есть быть креативным, как уже создатель собственных текстов. Как отмечают многие авторы, он, естественно, связан с языком. Он становится чем-то более метафорическим, когда применяется к другим медиа. И не имеет смысла в языках, где используется термин, даже более буквально связанный с печатью, как в французском термине алфабетизм. Действительно, его не просто перевести на другие языки. Так что педагоги за пределами англоязычного мира, желающие использовать это понятие, иногда используют фразу «medial literacy» на английском языке. Потому что на собственном языке это как-то невозможно. Потому что тот термин, который у них есть, слишком близко к печатной культуре. И, честно говоря, меня очень удивляет это свободное использование употребления армянского слова «гранитутюм» и русского слова «грамотность», о котором я сказал в начале моей лекции. Как это удалось сделать, мне непонятно. Однако мы считаем, что термин полезен по нескольким причинам. Во-первых, нелегко найти другой термин, который бы послужил аналогичной целью и был бы более точным. Такие выражения, как «коммуникативная компетенция» или «медиакомпетенция», используемые в некоторых странах, в Германии, в Австрии, подчеркивают функциональные навыки за счет культурных факторов. Термин «грамотность» и «грагитутюм» тоже в армянском само по себе подразумевает культурную компетентность. Во-вторых, медиаграмотность является не просто и не только метафорой, но обращает внимание на важную связь между печатной грамотностью и тем, как люди взаимодействуют с современными медиа. Эти связи присутствуют во всех точках трехчастной концептуальной структуры, в которой медиаобразованию часто приходится действовать. Это институции, это тексты, это аудитория. Таким образом, быть грамотным предполагает понимание грамматики текста, по крайней мере, имплицитно. Интересно, что словацкий термин «медиаграмотность» является «медиальная грамотность». Я не ручаю за произношение, за точность, но это очень близко к русскому слову. Хотя есть, по-моему, очень тонкие различия, это могло быть важно. Они не говорят «медиаграмотность», они говорят «медиальная грамотность». По-моему, это точнее. И в армянском языке, по-моему, было бы правильно сказать «медиаин грамотность», как «медиаграмотность». Мы говорим «медиаин». «Медиаин», да. Это было бы, по-моему, а не лингвист, конечно. Но, тем не менее, эта грамматика сочетает 9 языковых структур с более широкой концепцией образованности, «educatedness». Вот почему мы склонны использовать дальше термин «медиаграмотность», «медиалитерси», хотя и с очевидными оголоками. Лучшим решением, возможно, является понятие «мультиграмотности», есть такой «малтилитерси», которая делает понятие грамотности шире, чем «медиаграмотность» и охватывает все семиатические формы, в том числе то, что касается грамотности по отношению к новым технологиям, которые мы подразумеваем, когда говорим о компьютерной грамотности. «Медиаграмотность» таким образом можно лучше представить как подмножество «мультиграмотности», применяемые к «медиаформам». А в рамках «медиаграмотности» можно найти более конкретные формы грамотности, как бы подформы. На английском языке, например, одна из этих форм звучит так «moving image literacy», это относится к кино, грамотность движущихся картин, да, можно так сказать, изображения. Или, если короче, синеграмотность, кинограмотность, предложенные рабочей группой по кинообразованию, фильм «Education Working Group», который старается подчеркнуть культурную ценность кинофильмов. Есть другое название – аудио-визуальная грамотность или просто визуальная грамотность. Тоже очень широко употребляемый термин, который тоже можно считать под термином, под формой медиаграмотности. Есть телевизионная грамотность и даже есть game literacy – игровая грамотность. Компьютерные игры, вы знаете, что это очень общинная область, под область медиа исследований, как исследовательский предмет. И специалисты постарались определить, что значит иметь игровую грамотность. Есть еще и другие названия, которые я не буду перечислить. Например, информационная грамотность. Что это такое? Разобраться в потоках информации. То есть это скорее относится не к технологиям, а к содержанию этих медиа сообщений. В большинстве европейских стран, я как уже сказал, обращается очень большое внимание к медиаграмотности и к медиа образованию. Они часть и школьных программ, и университетских программ, и даже есть во многих местах специальные центры медиаграмотности. Как в свое время, в 60-70-е годы создавались центры по изучению медиа и коммуникации, так и сейчас появляются центры медиаграмотности. Дебаты о медиаграмотности выявили консенсус и разделение мнений. С одной стороны, существует широкий консенсус о том, что есть медиаграмотность на общем уровне, в частности, что она предполагает политическое понимание медиатекста, а также творческие способности производить их. Этот консенсус уже устоялся в Великобритании, в других, в целом в Европе, может быть. С другой стороны, есть значительные дебаты о более конкретных аспектах того, что есть медиаграмотность. Я хочу подчеркнуть, что понятия не совсем однозначные, и в разных странах подразумевают и слова разные, и содержания разные. Дебаты о более конкретных аспектах того, что есть медиаграмотность относятся к ее культурному измерению. Для многих это означает продвижение культуры кино-наследия. И тут мы сталкиваемся с очень важным вопросом, о котором я не успел еще говорить, но, надеюсь, успею. Это конфликт между высокой и так называемой низкой или массовой культурой. Но есть и разделение внутри массовой культуры. Фильм считается все-таки выше, чем сериалы, чем ток-шоу и так далее. То есть среди медиакультуры есть тоже противоборство между более-менее высокой культурой фильма, где есть такое слово «art house» и есть авторские фильмы, чего нельзя сказать о других формах медиакультуры. Другие более склонны к выделению обычной культуры различных медиа. Другое разночтение – это относится к природе критического понимания. Что значит критическое понимание? Варьируется оно от критического идеологического чтения средств массовой информации, и это акцент на политический аспект грамотности, к чтению эстетических свойств аудио-визуальных текстов. И это акцент на эстетический. Тут тоже есть противостояние. На что мы обращаем внимание прежде всего? Нас интересует политика, нас интересует идеология и критика идеологии, или нас интересуют все-таки эстетические свойства хорошего кино. Акцент на производство сильнее в некоторых версиях слове в других странах. И характер и цель такого рода креативности определяются по-разному в различных интерпретациях и так далее. Теперь я предвидел это как обязательная часть моего выступления. Почему важно разобраться в репрезентациях? Потому что, да, уже было сказано, что медиасообщение – это не отражение, не непосредственное отражение реальности природы или общества, а построение репрезентаций, которые создаются, я уже сказал, с помощью риторических, семиатических, нарахимных и других средств. Есть три подхода исторические, были три подхода по отношению к вопросу репрезентации. Первый и древнейший подход – это репрезентация как… это рефлективный подход. Это древнегрецкий немесис, когда текст повторяет, отражает реальность. Есть другой подход, это более относится к эпоху романтизма. Это считается, что сообщения, то есть тексты, то есть репрезентации – это результат внутреннего мира создателя. Это интенсиональный подход, то есть все в интенсиях автора. Он создает смысл согласно своим намерениям, своим интенсиям. И, наконец, третий, который мы считаем нужным и важным для себя – это конструктивистский или конструкционистский подход, когда считается, что репрезентация – это продукт работы различных кодов, обозначение различных языков, скажем так. Если язык тоже мы понимаем в очень широком смысле. И туда входит и устный язык, акустический и графический язык, письменный язык. Туда входит всякий рода неподвижные и подвижные картинки, туда входит музыка, то есть все. То есть мы имеем как начало для нас, когда мы говорим о медиаграмотности, когда мы говорим, что все медиасообщения созданы, то мы имеем вот это представление о репрезентации, что репрезентации, они создаются и создаются с помощью различных средств. И туда обязательно встроены какие-то ценности, какие-то идеологические мессенджи, какие-то давления коммерческие, идеологические или другие. Так что их следует уметь читать, интерпретировать, и тогда, может быть, мы можем читать себя медиаграмотно. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста.